Добро пожаловать на очередное видео от Novasm. Цель этого видео, показать установку System 302. У нас есть таблица, и в этой таблице указаны варианты установки и поддерживаемые предварительные условия. Поэтому важно посмотреть на совместимость для каждой версии. Давайте рассмотрим пример. Если вы собираетесь установить версию 8.2.2, которая является последней версией. Она совместима с Windows 11. Профессионал. Совместима с Windows 10 Профессионал, с 7 Профессионал, но она не совместима со старыми версиями Windows, такими как XP. Так что эта таблица показывает нам совместимость системы, и если вы будете соблюдать эту таблицу, вы не пропустите установку. У нас есть таблица, в которой указаны серверные станции, совместимость и поддерживаемые операционные системы. Поэтому внимательно изучите эту таблицу, чтобы узнать, совместима ли ваша система с устанавливаемой версией. Здесь у нас есть некоторые предварительные условия. Поэтому давайте сначала поговорим о домене. Не рекомендуется устанавливать систем 302 на станции в доменной среде, поэтому вам следует избегать этого. В случае необходимости вам следует обратиться в службу технической поддержки СМР, где вам предоставят более подробную информацию. Вам необходимо отключить параметры Брандмауэра. Давайте выполним поиск в Windows и наберем «Windows Defend Firewall», чтобы получить доступ к этому окну, откроется окно для отключения Брандмауэра. В этом окне отключите все параметры Брандмауэра. Другой важной настройкой также является настройка контроля учетных записей пользователей, UAC. Давайте найдем Windows и настроим этот контроль. В этом окне мы установим опцию «Никогда не уведомлять», как показано на рисунке Windows. Чтобы начать установку, давайте откроем наш файл System 302 ISA. Дважды щелкните, чтобы открыть программу для установки. Чтобы начать установку, мы нажмем на кнопку «Setup». Откроется окно с информацией о System 302, а также с версией, которую мы будем устанавливать. Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Здесь вы также получите дополнительную информацию о системе. Вы можете нажать кнопку «Далее», чтобы продолжить. Теперь мы нажмем кнопку «Start Check» для проверки компонентов. Система проверит компоненты, которые отсутствуют, и те, которые исправны. В открывшемся окне у нас будет возможность установить SQL 2014 года. Щелкните в «Кей», чтобы продолжить, и автоматически будет предоставлена процедура установки. После проверки компонентов появится окно с информацией о необходимости их настройки, поэтому давайте щелкнем там, где указано, чтобы продолжить настройку необходимых компонентов. Откроются два окна, в одном из которых будет руководство, нажмите «Кей». После этого откроется руководство, в котором будут инструкции о том, что нужно делать. В другом окне конфигурации, вы должны отметить опции, указанные в руководстве, чтобы продолжить установку. В одном из открывшихся окон ресурсов Windows нам нужно будет отметить опции, указанные в руководстве. Как показано на рисунке, мы отмечаем .NET Framework 3.5. Как показано в руководстве, включим опции совместимости управления IIS. Давайте выберем варианты ASP, ESP нет. Далее выберем общие ресурсы HTTP. Как показано в руководстве по эксплуатации, в окне отображается ход установки компонентов. В конце оно сообщит вам, что установка завершена. Закроем это окно, чтобы продолжить. После завершения установки предварительных требований откроется окно, показывающее статус всех требований, которые являются правильными и установленными, затем мы нажмем на опции установки систем 302, чтобы начать установку. Нажмите установить и в следующем окне мы увидим эволюцию установки нашей системы. Далее мы нажмем Next в конце установки. А также прочитаем и примем лицензию. Далее у нас будет возможность установить документацию руководства. Поэтому важно, чтобы вы оставили отмеченной опции установки руководств, чтобы обратиться к ним в случае необходимости. В конце установки документации, у нас уже будет установлена вся система. Вам следует перезагрузить компьютер. А затем, в последовательности, мы выполним начальные настройки системы 302, чтобы программное обеспечение могло быть инициализировано. После установки всей системы, давайте поищем в Windows приложении System 302 Settings, чтобы выполнить начальную конфигурацию нашей системы. В открывшемся окне мы сможем запустить начальные настройки. В этом окне мы нажмем кнопку начать здесь, чтобы продолжить. Если это автономная установка или установка инженерной станции, или не имеет уже определенной архитектуры, выберите многопользовательский режим установки. И выберите Да сервер клиент. Затем нажмите Далее. Если это установка клиентской станции OPC, выберите многопользовательский режим установки, и выберите Нет клиента. Введите IP адрес клиентской станции. Если речь идет об установке станции, которая заменяет существующую, следуйте тем же рекомендациям, что и при установке предыдущих конфигураций. Если у вас возникли вопросы, проблемы, обратитесь к техническому специалисту службы поддержки СМР, который поможет вам. Выберем наш в качестве инженерного, и в последовательности настроим наш сервер, щелкнув в опции IP адрес нашего компьютера. Посмотрим в конфигурации вашего компьютера, какой коммуникационный IP вы используете для настройки в этой опции IP сервера. Включив опцию синхронизация времени, мы определим, что в сети автоматизации будет использоваться сервер времени, протокол NTP. С целью синхронизации всех рабочих станций, контроллеров и оборудования на одной временной базе. Эта конфигурация имеет фундаментальное значение, когда вы хотите архивировать исторические данные для последующего анализа производительности или корректировки настроек. Вы должны ввести IP адрес NTP сервера. В этой опции Enable Redundant Controller мы разрешаем использование резервирования контроллеров, TE двух контроллеров, работающих в резерве в сети автоматизации. При этом OPC сервер будет создавать две базы данных наблюдения. Поскольку у нас есть возможность резервирования контроллера, у нас также есть возможность резервирования сети. При включении этой опции необходимо выбрать альтернативную сетевую карту в компьютере, поэтому для резервирования сети в компьютере должно быть две сетевые карты. После выполнения этих настроек, которые также могут быть выполнены в другой момент позже, давайте нажмем кнопку «Далее», чтобы продолжить процедуру. После выполнения начальных настроек нажмите «Finish». Далее откроем студию и настроим лицензию. Открыв System 302, мы можем нажать на лицензию. Есть две формы лицензии, которые мы можем использовать, используя хардки, вам просто нужно поместить его на ваш компьютер, и система автоматически распознает его и покажет вам включенные лицензии. Используя сауэфтки, нажмите на кнопку, и у вас появится возможность установить лицензии. Если вам необходимо использовать систему с LC800, просто нажмите на опцию включения лицензии, она не имеет стоимости. Если вам необходимо использовать демонстрационную лицензию, вы также можете включить эту лицензию, это освободит количество блоков и ресурсов, которые можно использовать для тестирования системы. Если вы хотите установить приобретенную лицензию, вы можете создать сообщение для СМА, где мы получим информацию с вашего компьютера, создадим файл и отправим по электронной почте СМА. Она вернется с кодами каждого программного обеспечения, которое будет лицензировано для вашей системы. После установки программного обеспечения, лицензии и начальных настроек мы установим вашу систему для ваших приложений и настроим ваши стратегии управления.